Всем привет! Вот декабрь уже почти-почти совсем закончился. Нам в этом году подарили профессиональную фотосессию. Вот один из кадров сейчас перед вами. А как я на неё собиралась, чуть-чуть уже появлялась на канале. А сейчас будет прям не чуть-чуть. Прям переживёте эти волнительные сборы вместе со мной. Посмотрите, как я делаю макияж, стоящий на лице с утра до вечера. Всем привет! Буду и болтать, и краситься сразу параллельно. У нас с вами 20 минут на то, чтобы сделать очень ответственный макияж. Я с таким оригинальным сооружением, поскольку не просто так сегодня села нарисоваться, а нам сделали оригинальный подарок, родственники. Фотосессию в профессиональной студии подарили. Хочется макияж, чтобы точно там совсем гармонировал с любым освещением. Показывал то, какая я красивая. Всем на память. С утра поэтому сдала маленькую дочь у бабушки и начала собираться прям как на бал. Хорошая новость. Я влезла в длинное вечернее платье. Я про себя подумала, ура, ноги можно не брить. Почему так хорошо влезла вообще? Просто класс. Прям я помню, что как-то сразу его одевала, переживала, что складки на фигуре видны, оно тоненькое. А сейчас оно прям так хорошо село, что вот да, когда ты без няни, без помощницы по хозяйству с мелким активным детём, то потолстить оно как-то невозможно. И грудное скамбривание, оно скорее по стройнению после родов способствует, чем набор веса. Мой обычный буржуа. Если что, я буду забывать показывать продукты. Они у меня все отложены в косметичку. Я этот макияж репетировала. Тарт Малютка С20 показал, что Тарт это очень-очень плотный консилер. Мак Пролон Квер у меня давно не было. Кто из них плотнее, не берусь сказать. Но очень уплотняет макияж. Так, неужели муж вернулся с работы, и нам придется звук отключать. Для такого ответственного дела, как фотосессия, я выбрала очень нейтральный макияж продуктами, в которых я уверена. Обычно, когда я крашусь, вот тут стоит за камерой эта стука. Сегодня у меня разложена косметичка уже, боевая, дорожная, отобранная. Поэтому я крашусь прям в камеру. Смотрю на себя в зеркало. И помню, что сегодня я могу делать макияж тройной плотности. Даже скорее не могу, а сегодня я должна. Так, это я сделала еще от покраснений масочку. Я знаю, да, по мне, когда я валяю дурака, так не скажешь. Но вообще приходилось попадать в руки серьезным гримерам-визажистам телевидения, чтобы выступить в качестве эксперта на профессиональные темы. Вот я там подсмотрела пару фишек. И имею представление, какой реально плотности должен быть макияж, чтобы под студийным светом он не пробивался. Если у нас в коже какая-то бяка, как это все должно скрываться. Да, 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 это пришел муж. Мы сейчас с емкой не завязываем. Я просто отрублю звук. Вот тут отрублю звук. Все. Надеюсь, мои болтания головой и отвлечения на кое-что спросить, что-нибудь сказать своим домашним, только поспособствуют лучшей презентации макияжа. О фотосессии я заранее знала, что там будет дефицит времени. А еще фотомодель я очень сильно так себе, вроде бы пытаюсь отработать все время перед зеркалом, какие-то наиболее выгодные ракурсы. Вроде-ка смотрю свои поболталки с вами на камеру. А ничего, я так бывает перед камерой сижу. На самом деле не умею. Не умею я выбирать нужные ракурсы, когда оказываюсь перед фотоаппаратом. Ну и фотохудожник был совершенно незнакомый, поэтому я выбрала беспроигрышный вариант, уже проверенный мной неоднократно на всяких деловых фотосессиях. Это абсолютно матовый макияж. Звездой которого будет палетка стила. Ну а сейчас я наношу контур. Контур я наносила активненько. Старалась его тушевать кверху, как обычно. Ну и не знаю, еще гляните, в конце, после собиралки кадр с фотосессии, мне показалось, я немножко перебрала. Как-то рисковато получилось. Сначала я нанесла именно контуром, собранным у меня из двух почти закончившихся в этом году контуров. А потом доработала серо-розовыми тенями. И ими же решила сделать то, что обычно не делаю в повседневной жизни. Никогда. Ну практически никогда. Просто так нос я не контурирую. Но тут решила именно вот этими тенями, за счет того, что они такие серо-бежево-розовые. Очень удачно у меня были два цвета раскопаны по палеткам Revolution. И вместе спешеный. Это вот тот рефил. Кто не видел, есть у меня серия роликов о Franken with me. По кальке с англоязычного YouTube названы. И в одном из них я это все прессую. А вот это, собственно, палеточка Stila. Очень я счастлива, что в один прекрасный день решила себе подарить не визиарты, не Пэт Маград, ничего такое, а именно ее. На вид абсолютно ничем не притязательная бледная холодная палитра слабо пигментированных теней. Но как они легко наслаиваются, чтобы дать свет, и как они хорошо себя зарекомендовали вот в такие моменты, когда достаточно быстро, четко надо получить стабильный результат, это просто супер. Сейчас наношу розовенькие, бледно-розовенькие румяшки из этой палитры. Забегая вперед, скажу, что румяна можно было и поактивнее для фото. Ну и даже сейчас видно, при моем, какое есть освещение за макияжным столом, их почти не видно. Студийный свет их сожрал, вот румян надо было больше. Но, как обычно, теряешься, еще что-нибудь и бах-побах, и забываешь. Потом еще расскажу, что я забыла. Вот опять я болтаю, болтаю. Вот, видите, можно было добавить еще чуть-чуть на подбородок консилера, но ничего, это не подвело. Это вообще можно вырезать. Да, там без вас я вскакивала, искала еще кисточки и осознала, что два своих любимых колонка, шикарно наносившие всегда мне любые тени, любые цвета, я когда-то куда-то откладывала и отложила в очень надежное место. Буду искать. Я сейчас строю форму века, используя кисточку из прошлой коллекции Фаберлик, но подойдет любая синтетическая скошенная и тени-карандаши и тени-карандаши от Ифраше. Ну, кстати, из последней закупки у меня Эйвон похожие тени-карандаши. Они подойдут не хуже, и там есть очень похожие цвета. Это цвет, называющийся Тауп, номер, не помню. Такой приятный, вот он чуть-чуть поблескивающий. Тауповый цвет. Им я просто вот выделяю весь-весь внешний угол и границу глаза строю, как вы обратили внимание, от нижнего века вверх. Девочки, у кого веки угрожают стать нависшими, попробуйте, не рисуйте, как очень часто многие, просто по верхнему веку стрелку и не идите на поводу у желания просто дальше провести линию, откуда пошла рука. Нет. Подводите от внутреннего уголка к внешнему нижнего века и сразу руку вверх, тогда выстроится более приподнятая, подтянутая линия глаза. И еще лайфхак для фотосессии. Не всегда он хорошо смотрится в жизни. Рисуйте затемнение не по складке века, а чуть-чуть выше этой складки. Сейчас, кстати, другой скошенной кисточкой, более тонкой, я добавляю другой коричневый карандаш. Тоже это ифраше. У меня на базе ифраше макияж стилой, забавно считающийся почти сетевым, почти копеечным ифраше в сравнении со стилой. Но он и база, и база достаточно мощная. А это вообще эссенс. Белые гелевые карандаши, каялы на слизистую. Это круто. Отлично держится. Я даже в запас себе такой белый купила, а то вдруг эссенс снимет. А потом пришла, посмотрела в свой органайзер, увидела, что у меня там белых эссенсов два, стародревний белый эйвен и еще белый калорпоп. Я всю эту неделю ходила вокруг своего органайзера и смотрела, когда же сяду вам снять инвентаризацию карандашей, ну и заодно себе посчитать, сколько у меня чего, чтобы больше такой казус не повторялся. не дотянулась. Ой, боюсь, останется у меня вся инвентаризация на следующий год. Ну, надеюсь, потеряв меня на новогодние праздники, вы не будете скучать, будете праздновать, развлекаться. А в январе мы снова встретимся и все посчитаем, подведем все итоги, и все будет круто. Да-да-да, вот такой цвет, светлый тауп наношу выше складки. А по складке у меня идет светленький, тот же, который и на все века я наносила. Причем по подвижному ветку чуть розоватый цвет, а подбровь совсем-совсем такой кремовато-белый. И его же я нанесла на зону, ну, в общем, на те места, куда обычно мы наносим поблескивающий хайлайтер. Ну, как я уже сказала ранее, поскольку фотомодель я на букву... В общем, не очень я хорошая фотомодель, я не стала рисковать, отказалась от сиялки в пользу вот этого светлого матового цвета. И да, важный момент перед фотосессией, обязательно проверьте пудру, консилер, все остальное на предмет белых следов на лице. Наверное, все, кто интересуется темой макияжа, видел фото селебрити, когда оказывались белые круги под глазами. Да-да, так бывает. И вот сейчас, да, я прорисовала псевдоскладку, выше складки. Колонковая кисть, обычный художественный колонок, очень маленький. Это двушечка или трешечка. Вот матовый коричневый. Вот им почти ровную линию рисую. Это колонок не язычок, а обычная метелочка. И им же подтушевываю. Колонки лучше набирают, кладут. Поэтому, если не найду те кисти, пойду искать снова в магазин для художников. Вот этот вариант. Потому как плоские язычки-колонки в брендах для визажистов японских, они бывают. Но традиционно стоят, как крыло самолета. Да, никогда не забывайте себе улыбаться, когда краситесь. Поднимает настроение и понятнее, куда, как будет сдвигаться макияж, когда вы улыбаетесь в жизни. Да, тут уже видно, что рисковато я нанесла скульптор. Но это позволительно на фотосессии. Еще вернется оригинальная озвучка. Поулыбалась себе, покривлялась. Видите, что лицо, естественно, бликует. И этого вполне достаточно. И добавляю, добавляю. Так что в жизни это может казаться избыточным и может казаться резко заметным, что выше складки. Затемнение, а на фото все классно в этом плане. Что ж я румяну не добавила. Сейчас смотрю и диву даюсь. Да, тонкой белочкой еще слой тех же розоватых теней. Вспоминаю, что забыла. Но я вам потом расскажу, что забыла. Да, да, да. Добавляем тушевок толповым цветом. И той же кистью, которая коричневая. Так, что это? Я кривляюсь. Почему гримать? Ничего не помню. Не помню. Да, куда-то я совсем убрала зеркало. Смотрю не в ту сторону. Ну да, вот оно обещанное нанесение матового хайлайтера. И да, там, где зона синяка под глазами, если у вас нет мешков, а впадина, как у меня, там можно высветлить. Если под глазами мешок, то высветлять нельзя. У меня провал, так что я высветляю под глазами. Сегодня, наверное, в этом видео рекорд по тушевкам в моих собиралках. Да, поверх всего вот этого коричневого, самой рыхлой, самой тонкой белкой и толповым оттенком и еще раз потушевала. И еще добавляю нижнего века. Чтобы прям везде были и свет, и тень, и при любом повороте головы. Да-да-да, все падает, летит, разбивается. Надо еще подрезать. Секунд 13 сейчас вырезала. Наконец нашла пудру. Это блюрящая пудра от Фаберлик. Будут все артикулы, наверное, на фоточке. В конце всех этих мотарств будет фоточка с косметичкой. Достаточно мощно ее наношу, как видите. И опять забыла добавить румян поверх. Эх, на самом деле на фотосессию таскала с собой две пудры. Блюрящую Фаберлик себе и матирующую мужчинам. И матирующая пудра, она вроде бы тоже какого-то яркого белого следа не оставляет. В качестве такого легкого скульптурирования я решила взять опять тот же рефил и самую-самую пушистую синтетическую кисть. Ее прикол в том, что она очень по чуть-чуть берет любое средство. Я люблю ей наносить пигментированный бронзер и что-то такое, что совсем ни в коем случае не переборщить, когда эффект легкой тени нужен. Кисть это от бренда Ириск. Я даже не знаю, сейчас такой где-то продается или нет. Есть сто лет в обед и вот тоже когда встает вопрос менять кисть или нет, понимаю, что нет ей замены. Вот я опять вернулась не будем дергать, резать кадр. Пока расскажу по поводу сооружения на голове. Я оказалась большой молодцой, что догадалась заплести совсем нижние задние волосы в косичке, а весь верх головы сбрызнуть спреем и просто накрутить на бумеранге. Пока еще я собиралась сюда, пока мы еще ехали часа полтора все как раз схватилось и в машине я бумеранги сняла, косички расплела, руками разобрала и волосы были в лучшем виде. Это, кстати, пробник помады Гидра Липс. Стерся артикул с пробника на конце вроде бы цифра 17. Если я найду артикул в каталоге то я напишу но очень примерный поскольку да этот пробник со мной ходил у меня в кошельке жил ездил такой очень деловой цвет очень комфортный это Гидра Липс я очень полюбила за то что убирает все шелушинки сухой с губ и при этом долго держится и кстати вот это розовое до зе бест от Фаберлик тоже могу рекомендовать эта фигня не дает ощущения попавшего в лицо лака для волос при этом реально держит макияж неизменная черная подводка от Physicians Formula если вдруг она пропадет из продажи я буду страдать я не нашла пока ей альтернативы за такие относительно ну как сказать небольшие деньги наверное потому что ближайшие ее конкуренты они уже в другом ценовом сегменте а в магазине подружка это точно лидер рисую подводку тихо тихо рукой аккуратно сбросила контур набросала и заполняю его черным цветом так мы с вами на финишной прямой сейчас самый ответственный момент нарисовать вторую такую же стрелку спойлер я с этим справлюсь и спойлер гидролипс очень-очень долго держится на губах так что на фотосессии я забуду практически обновить ее блесками и буду большую часть кадров с матовыми губами но зато без следов сухости ну вот это страшные кадры рисования второй стрелки когда нервно заглядываешь в зеркало проверяя положение хвостика вообще если невнимательно подойти к этому моменту то стрелки смотрят всегда в разные стороны знаете почему потому что у абсолютного большинства людей левая и правая стороны лица не симметричны и пока рука спокойно идет на поводу верхнего века она уходит не туда и кстати мнение людей расходятся как красивее когда соблюдается естественная асимметрия лица или когда симметрия восстановлена жуткие сцены общения меня с домашними вот так вот это все выглядит со стороны снова поработала сделала видео обрезание выпал кусочек диалога предстоящей фотосессии но чуть-чуть вы посмотрели на мое лицо в движении а я пока взяла тушь Big Ego от Tarte я вспомнила что я не меняла туши аж с лета это удивительно раньше я всегда четко соблюдала правила три месяца и меняю тушь потому что глаза моментом давали реакцию тут то ли туши такие пошли у Tarte у Фаберлика у всех остальных то ли у меня глаза стали железобетонные реально никак вообще никак не отреагировали глаза но правда копится усталость и количество но мейкап дейсов дни без макияжа у меня увеличивается в неделе реально начинаю пропускать если пока дочка была совсем новорожденная было прикольно ее положить на развивающий коврик и сесть для бодрости духа нарисовать что-нибудь оригинальное то сейчас просто боюсь при ней подходить к туалетному столику пускать ее в ту комнату а то все свалится упадет разобьется и я в одночасье останусь без своей коллекции макияжа и буду снимать вам видео вся косметика исчезла наживо вот такие у меня мамские страхи вот такой у меня сейчас период моей макияжной жизни что в общем-то и хочется накраситься и боязно к косметике подходить да и в общем не отвернешься просто вот некуда в смысле некогда ну и некуда наверное тоже потому что грустно как-то скучно гулять все маршруты уже по-моему исходило ну по чуть-чуть все-таки придумываю уже новые маршруты прогулок с ребенком иначе на одной дорожке с коляской действительно свихнуться можно кстати я всегда наношу спрей для фиксации макияжа перед тушью и как правило перед подводкой а вы не помню что я зависла но о чем-то думала да 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 по-моему это какой-то из соэликсиров да по-моему это соэликсир парпл у меня все-таки как-то движется project pen и парфюмерный должны сказать он будет до боя курантов я не знаю я вчера не обратил внимания так мы будем заводить или нет сын не обратил внимания как у меня вчера был макияж не был палетка чалис не просто так затесалась на фотку с использованной косметикой я реально планировала добить макияж в какой-то момент фотосессии яркой сияющей синеватой стрелкой и он даже глиттер фаберлик валяется планировала им обмазаться но там оказался такой дефицит времени что эти продукты я просто покатала туда-сюда и не использовала на фотке они остались артикулы добавлю в описание видео всем спасибо всем прекрасных новогодних праздников и море-море счастья каждый день